Ну, давайте коснемся вновь нашего повседневного жития нашего. Евпатория развивается семимильными шагами. Улучшения происходят и в культурной жизни города. Подробнее об этом расскажет Антонина Бугреева. Она на прямой связи со студией. Тоня, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Евпаторийский театр «Золотой ключик» в прошлом году сменил свой статус. Теперь это Крымский государственный театр юного зрителя. А у нас сегодня в студии находится директор театра Нина Пермякова. Доброе утро. Доброе утро. Нина Петровна, скажите, пожалуйста, со сменой статуса что кардинально изменилось в театре? Какие новости теперь? Ну, конечно, много изменений. Во-первых, мы перешли из Министерства образования в Министерство культуру. Мы влились в большую творческую семью нашу крымскую. И, конечно же, почувствовали это, прежде всего, вниманием к себе, финансированием. Уже много очень. Нам, например, наконец-то в конце года был большой подарок от министра культуры Арины Вадимовны Новосельской. Мы получили новый автобус. У нас за 33 года такого не было. Мы приобрели некоторое оборудование. Самое главное, стали выделяться деньги на постановку спектаклей. Это тоже впервые. Вот 33 года работал театр, но никогда не финансировались постановки. Поэтому, конечно же, у нас очень много премьер. Сейчас напряженная работа, много спектаклей капитально восстанавливается. Тем не менее, это очень существенное подспорье. И мы это все чувствуем и очень благодарны за такое внимание к нам. А в этом году какие спектакли премьерные готовятся? У нас вообще в этом году будет 10 премьер. И 3 капитально будем возобновлять спектакли. Но сейчас вот уже напряженная идет работа. У нас готовится и Мюнхгаузен спектакль в постановке Андрея Пермякова. «Братец Лис и братец Кролик» Сергей Новиков ставит, «Вождь Краснокожих» Сергей Толстых. Два спектакля будет, конечно же, к 75-летию Великой Победы. Это спектакль «Война глазами детей» постановки Ирины Фаустовой и детского театра «Золотой ключик» актерской группы «Артишок». И я приступаю к постановке буквально вот на днях «Азори здесь тихие» будет такой спектакль. Я думаю, что это очень важно, очень актуально и необходимо. И у нас в репертуаре как раз таки помимо спектакля «Собаки», где затрагивается тема войны, появится еще два таких спектакля. Это очень важно для детей, для молодежи, да и вообще для всех наших зрителей. Потому что теперь у нас диапазон очень широкий и на наши спектакли от маленьких деток, у нас семейные есть спектакли для семейного просмотра и для взрослых зрителей. То есть к нам можно прийти в любом возрасте и получить удовольствие и ту эмоцию, за которую обычно ходят зрители. Двери наши открыты для всех. Ну и, конечно же, вот сейчас у нас выйдет «Снежная королева». Это очень красивый большой спектакль, театр танца «Фэнтези». Музыкальный театр готовит к постановке и 31 мая, в день рождения детского театра «Золотой ключик» у нас будут спектакли, будет «Зайцы». Также у нас две премьеры еще будет в начале осени. «Письмо Богу» – это опять-таки Андрей Пермяков, его будет постановка. И что-то я не назову, «Летучий корабль» у нас Лили Муслединова. У нас, видите, в театре очень много постановщиков, много труп разного жанра, поэтому работаем напряженно. Ну и самое главное, хочу напомнить всем нашим зрителям, у нас будет 25-й международный фестиваль «Земля театра дети». Да, с первого по седьмое июля, поэтому очень много заявок. Сейчас как раз-таки оргкомитет занимается тем, что мы отбираем, какие коллективы к нам приедут. Поэтому в начале августа у нас состоится лаборатория молодых драматургов, режиссеров и критики. Приедут к нам ведущие критики нашей страны. Сейчас уже более 80 пьес мы читаем и выбираем для нашей труппы, для наших профессиональных артистов. И вот будет отбор, мы будем ставить эти спектакли. Этим занимается Театр наций под управлением Евгения Миронова. В общем-то, вот вы обратили внимание на наш театр еще таким образом. Это очень почетно, прежде всего. Нина Петровна, я благодарю за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Очень интересно, новых вам премьер. Ну, а я передаю слово своим коллегам. Как у вас сегодня настроение? Антонина, у нас настроение сейчас на уровне, на максимальном, потому что сегодня пятница. Ну и, конечно же, пятница предполагает отличный, позитивный, а главное, быстрый рабочий день и, конечно же, скорейшие выходные. Ну, а мы вас благодарим и напоминаем, что на связи был наш корреспондент из Евпатории Антонина Бугреева.